Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Гора Арарат по-своему красиво в любое время года. В Министерстве обороны Армении проходит оперативный сбор командного состава ВС Республики. Президент Армен Саркисян направил поздравительные послания президенту Греции. Путин и Эрдоган пройдут 8 апреля в Москве заседание Совета Сотрудничества. 30 лет геноцида. Новая книга о геноциде, совершенном турками. Пытались купить знаменитую пару хачкаров из Додиванка. Облака на самой высокой вершине Западной Армении и на горе Арарат, и на вершине Малого Масейса создали неописуемый прекрасный вид. На вершине горы Арарат, высота которой 5165 метров, часто рождаются облака. Это неописуемое явление природы было также видно из Ирана, Восточной Армении и Нахичевана. В административном комплексе Министерства обороны Армении 25 марта проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных сил Республики. В рамках сотрудничества ВС двух армянских государств в сборах принимают участие представители командного состава армии обороны Карабаха. Как сообщили новости армении news.am, в прислужбе Министерства обороны Республики глава ведомства Давид Тоноян выступил с лекцией на тему военно-политической ситуации в регионе, исходящие из нее вероятные процессы. Он также представил участникам сбора основные вызовы безопасности Армении и Арцаха, внешние в том числе угрозы военного характера, имеющиеся и возможное развитие в сфере региональных интересов и конфликтов, основные гарантии обеспечения благоприятных для армянской страны условий переговорного процесса по мирному регулированию карабахского вопроса. Президент Республики Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Греции Прокопиусу Павлу Пулусу в случае национального праздника страны Дня независимости. Президент Армен Саркисян выразил уверенность, что существующее между Арменией и Грецией эффективное взаимодействие продолжится и впредь, служа прогрессу и процветанию двух стран. Президент России и Турции Владимир Путин и Раджеп Тайп Эрдоган 8 апреля в Москве проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Да, будет заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции, отметил Песков РИА Новости. Ранее пресс-служба Эрдогана сообщила, что президент Турции 8 апреля намерен посетить Россию. Известный британский историк, корреспондент The Independent Роберт Фиск в своей последней статье коснулся книги «30 лет геноцида» еврейского историка Бенджамина Морриса, посвященной геноцидам, совершенным турками. По словам автора, 9 долгих лет потребовалось для завершения книги. Книга рассказывает о непосредственном участии Ататюрка, убийства 2,5 миллионов христиан. Религии действительно толкают людей на крайнее насилие, отметил автор. Соавтором книги является другой еврейский историк Доре Зеев. Книга будет опубликована Гарвардским университетом в апреле. Считается, что она вызовет большой гнев среди турок. Тем не менее, Фиск настаивает. Пишу о геноциде против армян в течение 35 лет. Я подозреваю, что джихад не был основным поводом геноцида. Конечно, муфтям сказали, что якобы ведется религиозная святая война против христиан. Однако, чтобы доказать реальность, можно принять во внимание только тот факт, что немецкие солдаты обучали турецкую армию, немецкие дипломаты и бизнесмены. Работали в Турции, регулярно писали письма в свою страну и рассказывали, что они видели. Я был поражен настойчивостью Морриса и Зиева в отношении крайней религиозности. Фиск также проводит свидетельства нескольких армянских иностранных чиновников и миссионеров, доказывающих, что Турция на государственном уровне разработала и осуществила геноцид. В конце статьи Фиск приводит слова одного из американских миссионеров. Турки были пьяны от крови, изнасилований, жестокости от чувства, что они сильные. Эксперт по памятникам Самвел Крапетя на своей странице в Facebook коснулся пары хачкаров до диванки. В 1880-х годах два англичанина хотели купить эти хачкары за 10 тысяч рублей и увезти в Англию, но получили категорический отказ. В 1890 году два француза сделали то же самое предложение и снова получили отказ. В 1901 год еще один француз сделал ту же попытку, опять безрезультатно. Слава тем, кто постоянно препятствовал попыткам отчуждения национального богатства. На фото эти самые хачкары до диванка на своем законном месте. 1283 год. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тарон Синер. 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.